Генеральный спонсор службы новостей город сеть аптек аптека для бережливых Заботьтесь друг о другое, как аптека для бережливых заботится о вас Здравствуйте! В эфире первого городского службы новостей город в студии Алексей Колодкин Чем запомнился этот вторник жителям Калининграда и что больше всего обсуждали в городе? Узнаем в ближайшие 20 минут Ну и вот о чем пойдет речь далее Причина потопа в Абры и федеральная власть и последствия непогоды в Калининграде продолжают устраняться Но чиновники уже думают о том, как готовиться к весне На побережье до сих пор идут работы по очистке берега от выброшенного судна мусора В Калининграде появились необычные детские врачи Это шиншилла, еж и даже змея О необычной методике расскажут сами организаторы проекта Нападение на мясную лавку Приставив нож в горло продавца, преступник забрал всю выручку Позже выяснилось, что нападавший – это бывший продавец мяса Штраф от 30 до 500 тысяч рублей ожидает предприниматель за продажу алкоголя несовершеннолетнему В городе начинаются рейды общественников и полиции Ну и к теме, которая последние несколько суток волнует всех калининградцев Город продолжает уходить под воду, а спецслужбы не успевают устранять все последствия потопа Так, например, жители некоторых улиц не могут даже выйти из собственных дворов Во вторник на экстренном совещании Александр Ярошук назвал причины затопления Это отсутствие федеральных денег на очистку рек и бобры Напомним, Калининград за выходные буквально ушел Под воду были затоплены десятки дорог и жилых домов Ветер повалил около 30 деревьев Из-за воды пришлось перекрыть сразу несколько дорог Партнер рубрики «Тема дня» – группа компании «Ваш Ломбард» Те субвенции, которые должны выделяться федерациям на их очистку, к сожалению, не приходят Надо очистить реки, куда скидывается вообще, по большому счету Вся вот эта вода, у нас все реки, к сожалению, заилины Им некуда вытащить эту воду, потому что они все перегорожены уже сложившимся бобрами, которые перекрывают эти реки Потом давно русло реки не чистится Также Александр Ярошук отметил, что некоторые жители Калининграда преграждают сливные канавы своими постройками Или делают водосток уже, чем полагается С этим сейчас и будут бороться власти По их словам, это поможет избежать подобных потопов весной «Просто пришли и будем выполнять самое главное – освобождать эти водотоки от этих несанкционированных заграждений Чтобы нас меньше всего волнует один дом Нас волнует, что из-за причины того, что человек в несоответствии с документами и нормативами Сделал то или иное строение, которое затруднило водоотведение всего улицы или целого микрорайона А потом пусть на нас суд подает куда угодно Тем временем в городе еще остаются затопленными несколько улиц Жители 140-го дома на Держинке сегодня спасатели доставляли на работу на лодках А на транспортной улице автомобили вновь уходили под воду Огромная пробка была и на Суворово Проблема участка – это улица Держинского осталась Осталась у нас Клара Назарова, сейчас Ручейная улица, улица Товарная, Краснокаменная Ну, в принципе, уже самые глобальные – это Держинского и Клара Назарова Там подтопление и вода пока не спадает, пока со всех полей вода не сойдет Тем временем рядом с Гвардейском в поселке Ратное военные Балтийского флота возводят временный мост Дело в том, что местные жители оказались отрезаны от магазинов и автобусной остановки Территорию Курской косы также затопило К тому же из-за сильного ветра там был разрушен променад Об этом сообщил директор национального парка на своей странице в Фейсбуке Ситуацию в Калининградской области взял на контроль глава МЧС Владимир Пучков А губернатор региона Антон Олеханов поручил муниципалитетам Уделить особое внимание людям, больше всего нуждающимся в помощи Сегодня также стало известно, что властям города понадобится две недели, чтобы ликвидировать последствия стихии Партнер рубрики «Тема дня» – группа компании «Ваш Ломбард» Ну, а вот для ремонта тротуара на улице Полоцкой непогода не стала препятствием К нам в редакцию за помощью обратились местные жители Они сообщили, что плитку рабочие укладывают под проливным дождем и шквалистым ветром Из-за многочисленных нарушений, по их словам, дорога, которая раньше была и так убитая, сейчас стала еще хуже А вы согласны, что вы нарушаете технологии укладки? Нет, не согласен А по-моему, нарушаете Это видео местные жители сняли накануне в субботу, когда Визгор старался не выходить из дома, рабочие в ливень укладывали плитку Дожди закончились и жильцы смогли в полном размере оценить такую работу Закрыты колодцы, при том, что это обнаружили жильцы и по инициативе жильцов сейчас это будет как-то восстанавливаться Бордюры установлены не той стороной, отсутствует бетонный замок Дальше уже должны наши специалисты разговаривать, там я не очень компетентна в этом, но очень много претензий Которые местные жители уже неоднократно предъявляли подрядчику, на что он, по их словам, реагировать отказывается Реагировать отказывался до этого управляющая компания, рассказывают жильцы, пока в ситуацию не вмешалась администрация Эту тревогу и мы сейчас бьем, потому что видим, что сроки не укладываемся Нарушена технология многократно Обращались и мы к подрядчику, но подрядчик непробиваемый просто Мы это видим и сейчас на комиссии, присылают непонятно кого, ответить не могут, решить что-то не могут Один говорит одно, другой – другое, совершенно разнобой все При этом начаться ремонт ритуара и парковки должен был еще в июне, рабочие же здесь появились только в конце августа Если в ближайшее время все нарушения исправлены, не будут, управляющая компания введет только одно решение – сменить подрядчика В администрации же по этому поводу в ближайшее время состоится совещание Тем временем в Балтийске из-за сильного ветра до сих пор не могут снять милибаржу, которую прибило к берегу еще на прошлой неделе Предположительно, при транспортировке в море оборвался буксировочный трос Из-за этого платформа волнами прибила к пляжу, где она села на миль Инцидент произошел ночью 26 октября, но в платформе находилось несколько человек Их спасли сотрудники ГИМС в Балтийском Буксировка осуществлялась из района Пионерска, так называемая строительство эскобия станции перевалки сжиженного газа И на переходе, по всей видимости, резко ухудшилось погодные условия Буксир не выдержал и оборвался В результате баржу вынесла на колоде Из платформы на берег выбросило пенопласт, холодильник, коробки, деревянные брусья, бутылки с темно-коричневой смесью и многое другое На побережье до сих пор ведутся работы по очистке По некоторым данным, на мили баржа будет находиться до тех пор, пока не наладится погода Ну а теперь хорошая новость для жителей Московского района Двухстороннее движение на улице Дзержинского откроет в первый день ноября Об этом сегодня заявил Александр Ярошук По словам градоначальника, ждать погодных условий, чтобы нанести разметку, не будут, правда, завершать ремонтные работы Дорожники планируют еще месяц Как только вода полностью сойдет, дорогу начнут перекрывать кусочками, чтобы не мешать автомобилистам Ну и напомним, отремонтировать улицу Дзержинского должны были еще 24 сентября Ну и о других не менее интересных новостях вторника расскажем далее в рубрике «Короткой строкой» Внимание на экран Партнер рубрики «Короткой строкой» магазины финской одежды «Сампа» и «Лухта» Во вторник впервые за последний год из Храброва вылетел самолет до Праги По данным аэропорта, регистрация посадка на самолет и вылет прошли без задержек Теперь данные рейсы будут выполняться дважды в неделю, по вторникам и четвергам Время в пути составит 1 час 20 минут В правительстве назвали министерство, которое больше всех подвержено коррупции Им оказалось Министерство регионального контроля Снизить это, по мнению главы ведомства Елены Серой, поможет внедрение современных цифровых технологий Использование данных, полученных за счет датчиков и видеокамер, установленных на объектах, позволит исключить контакт контролирующего и проверяемого Прожиточный минимум в Калининграде увеличат соответствующий проект постановления, размещен на сайте правительства Так, расчет на душу населения может составить 10 920 рублей Для трудоспособного населения 11 710 рублей, пенсионеров 8 960 рублей, детей 10 526 рублей, говорится в документе Ранее прожиточный минимум в области повысили до 10 589 рублей Тем временем в администрации отчитались о первом месяце отопительного сезона Как сообщил исполняющий обязанности председателя комитета городского хозяйства Владимир Машков Отопительный сезон в городе проходит без серьезных сбоев За исключением отдельных отключений или повреждений, связанных с непредвиденными обстоятельствами По всем повреждениям оперативно были устранены неполадки и возобновлена подача теплоснабжения Партнер рубрики короткой строкой, магазины финской одежды, сампа и лухта И перейдем к другим темам Первый городской запустил благотворительный телемарафон Теперь каждый калининградец может не выходя из дома помочь пострадавшим в аварии под Гвардейском Со дня страшной трагедии прошло чуть больше месяца А двое пострадавших до сих пор находятся в больнице в тяжелом состоянии Это Валентина Адаричева и Виктор Воротников Их семьям очень нужна наша с вами помощь 25-летняя Валентина Адаричева за время лечения не раз была на грани жизни и смерти Накануне у нее прошла очередная операция Когда девушка встанет с больничной койки, врачи пока не говорят В больнице также до сих пор находится и Виктор Воротников Чтобы он поправился, только на покупку одного из препаратов необходимо около 40 тысяч рублей Накануне первый городской канал организовал благотворительный телемарафон Вместе с друзьями и родственниками погибших и пострадавших участниками аварии Представителями служб и власти мы вспомнили хронологию того дня За несколько часов прямого эфира нам уже удалось собрать определенную сумму денег Первый городской телеканал призывает всех калининградцев присоединиться к нашему благотворительному телемарафону На самом деле любая сумма, которую вы пришлете на счет пострадавших Поможет Валентине и Виктору быстрее зажить счастливой жизнью Наши телезрители могли видеть, какая прекрасная семья ждет Виктора Какие прекрасные родители ждут Валентину дома Им правда нужна наша с вами поддержка А если вы также готовы помочь Валентине Адаричевой и Виктору Воротникову То перечислить любую денежную сумму можно на счет фонда содействия пациентам «Жизнь» Номер счета вы сейчас видите на своих экранах Обязательно укажите, что это целевое пожертвование И напишите для кого Валентины Ивановны Адаричевой или Виктора Михайловича Воротникова Либо отправьте смс на короткий номер 7715 С текстом «Калининград», далее «Пробел» и «Сумма пожертвования» В этом случае никаких дополнительных сведений не требуется Сообщение абсолютно бесплатное В Калининграде появились животные-врачи Обычные зверюшки помогают детям с ДЦП Шиншилла, ежик и змея учат малышей не бояться внешнего мира Курс анималотерапии, именно так называется эта необычная здоровительная техника Придумали две калининградки Елена Кузнецова и Инна Ярошенко Подробнее о необычной методике Антон Яковлев На первый взгляд эти детские танцы можно принять за обычный утренник Но среди ребятишек несколько малышей больны ДЦП Сейчас они играют со сверстниками А после красочного представления ведущие предлагают гостям пообщаться с животными Шиншилла, змея, улитка и морская свинка Для детей больных ДЦП или аутизмом эти зверушки возможность лучше узнать окружающий мир Анималотерапией Елена Кузнецова и Инна Ярошенко занимаются уже три года У Елены свой детский клуб Но там помочь всем нуждающимся было невозможно Так и родилась программа «Трогательная сказка» У нас есть детки такие, которые с особенностями Которые не имеют возможности в большинстве из них Выезжать на мероприятия сами В связи с своими возможностями физическими И мы решили к ним приезжать в гости Было давно желание, возможности, костюмы разнообразные И просто, наверное, такое душевное состояние Хочется помогать ребятам В Калининградке изучили много литературы Анималотерапия, завели животных и начали действовать Кстати, занятия с особенными детьми Елена и Инна проводят абсолютно бесплатно Посредством общения с животными Ребята учатся доверять неизвестному Учатся преодолевать страх Учатся общаться Детки после общения с животными и с нами Потом, по словам родителей, это все сделают Зарисовывают, показывают своим родственникам Активно рассказывают То есть это прибуждает их еще к развитию мелкой моторики И дополнительному общению Слова Инны подтверждает молодая мама Ксения У нее близняшки Одна родилась здоровой, а вот другой понадобилась помощь За два года, что девочка общается с животными Она стала чувствовать себя гораздо лучше Добавляет мама Изменения очень заметны Во-первых, мы, конечно, первый раз на всего этого боялась Очень боялась Это было новое, во-первых, страшное Во-вторых, это что-то неизвестное Сейчас, ну, это уже видно Мы общаемся со всеми зверьми Мы уже и со змеей спокойно Идем, что одеваем Мы стали общаться больше с людьми То есть не то, что больше с людьми Даже общаться, как мы стали пускать свою жизнь То есть раньше она была более замкнутая Сейчас мы стали более открыты, более общительны А вот Ирина привела свою дочку впервые Дарина, конечно, пока животных побаивается Но ее мама уверена, что здесь ей помогут И мне очень приятно, что здесь особое внимание уделили Взяли на руки, обратили, подошли Обратили внимание То есть и все детки для них равны Это для меня очень важно, потому что на самом деле Собеды являются детьми Для меня нет разницы между одним, вторым и третьим ребенком Мне это очень приятно, потому что не везде такую атмосферу встретишь Кстати, несмотря на тесное общение с детьми Ни один свирек за время представлений не пострадал Антон Яковлев, служба новостей, город Ну и это еще не самые интересные новости И вот о чем пойдет речь во второй части нашего выпуска Нападение на мясную лавку Приставив нож в горло продавца Преступник забрал всю выручку Позже выяснилось, что нападавший Это бывший продавец мяса Штраф от 30 до 500 тысяч рублей ожидает предпринимателя За продажу алкоголя несовершеннолетнему В городе начинаются рейды общественников и полиции Калининградцы будут покорять Латинскую Америку Что ждет наших земляков на ралли-рейде Дакар? Ну а сейчас наш эфир продолжит актуальная информация Которая касается отопления и будет полезна для всей семьи Не переключайтесь Ну, как там было сначала? В древние времена жилось, конечно, проще Нашел себе пещеру, вот и дом готов С костром приходилось, правда, долго возиться Но без него никуда Ни еду приготовить, ни согреться А под вечер так вообще ничего не видать Потом придумали печку Пилишь дерево, рубишь на дрова и в топку кидаешь Дело-то, конечно, хорошее, но уж очень трудоемкое Угольный котел также потерпел поражение Тогда люди объединились и придумали центральное отопление И все бы хорошо, да только регулировать это тепло никак нельзя было Затем на смену пришло автономное газовое отопление Это когда котел на кухне висит и место занимает Но газ – штука довольно опасная А правила эксплуатации этого чуда-котла соблюдают далеко не все Вот и задумался один швед Как же поместить этот газовый котел в безопасное место? Да так, чтобы во всем доме тепло было И ведь придумал! Но неужели только шведы такие умные? А что, если эту заморскую систему еще лучше сделать? И тут понеслось Собрались умные дядьки из Калининграда И давай жилой комплекс проектировать! Применили самые передовые технологии И про современную систему отопления не забыли Так в Калининграде появился жилой комплекс «Цветной бульвар» Семь домов объединили в единую систему На каждый дом по котельной Газ из квартир убрали полностью Вместо котла установили индивидуальный тепловой пункт Типа пульта управления А вместо газовой плиты предусмотрели современную индукционную Которая, кстати, гораздо безопаснее и экономичнее газовой Тариф за электричество на рубль дешевле получается А тариф за отопление и вовсе один из самых выгодных в регионе А главное что? Теперь каждый сам решает, когда топить свое уютное гнездышко И места на кухне стало больше Взрослые довольны Дети в комфорте И котик от удовольствия мурчит И вся эта современная отопительная система Уже вовсю работает в жилом комплексе Цветной бульвар В городе Калининграде И людям хорошо И котику приятно В эфире служба новостей город И мы продолжаем В Калининграде задержали мужчину Которого искали 23 года В 94 году он убил двух соотечественников И все это время скрывался На родине его приговорили к 14 годам лишения свободы Теперь задержанного доставят в суд Далее наш эфир продолжит рубрика С места происшествия Партнер рубрики Место происшествия Супермаркет автотоваров Автомол 39 В Калининграде задержали подозреваемого В нападении на мясной павильон По оперативным данным 27 октября В обед на улице Полоцкого Злоумышленник зашел в павильон Схватил с прилавка нож И представил его горлу продавца После чего забрал выручку И скрылся Подозреваемого задержали в его квартире Ему грозит до 10 лет лишения свободы Накануне в Нестерове Загорелось неживое здание Пожар вспыхнул около 8 часов вечера В недействующем складе На улице Комсомольской На площади 60 квадратных метров Горела шиферная кровля По данным регионального МЧС Никто не пострадал 10 лет колонии строгого режима Столько запросила прокуратура Для экс-милиционера Алексея Коширина Который обвиняется в покушении На убийство депутата Игоря Рудникова Напомним судить его начали повторно В конце августа Предыдущий приговор По которому Коширина приговорили К полутора годам лишения свободы Был отменен в конце июля Дело вернули в суд Из-за нарушений при оценке доказательств В сообществе автомобилистов Калининграда и области Появилась видеоподборка Нарушений ПДД велосипедистов По данным группы Видео выложили сами нарушители Обратила ли внимание на это сообщение ГИБДД в ведомстве пока не комментируют Кристина Булыцына Служба новостей город Партнер рубрики «Место происшествия» Супермаркет автотоваров Автомол 39 Тем временем жители одного из домов На фестивальной аллее забили тревогу По их данным в одном из магазинов Продают алкоголь несовершеннолетним Чтобы узнать так ли это Полицейские вместе с общественниками Провели совместный рейд И сделали это не зря Во время проверки 17-летнему калининградцу Продали алкоголь При этом паспорт не спросили Зашел пиво купил все И что вам продали? Да А отрывали какие-то документы у вас? Нет Сколько вам лет? 17 В отношении нарушителя составили протокол Сейчас ему грозит штраф от 30 тысяч рублей До полумиллиона рублей С продавцом также провели профилактическую беседу И предупредили, что за повторное нарушение Предусмотрена уголовная ответственность А магазин взяли под контроль Ну и к другим темам Единая Россия выдвинула Ярушука На выборы главы Калининграда Это решение члены полицовета Одобрили единогласно Напомним, конкурс на пост главы города должен пройти 24 ноября Контракт с новым главой заключит до сентября 2021 года С другими новостями из мира экономики и бизнеса Вас познакомит моя коллега Кристина Булыц На ей слово Здравствуйте, Алексей Начнем по традиции с мировой новости Журнал Forbes назвал имена самых высокооплачиваемых покойных звезд В пятый год подряд рейтинг возглавил Майкл Джексон За минувшие 12 месяцев его доход оценивается в 75 миллионов долларов В список также попали Элвис Пресли, Боб Марли, Джон Леннон, Альберт Эйнштейн и другие И к новостям страны в России создадут криптовалютный обменник По мнению Владимира Путина, цифровые деньги должны быть узаконены, но с ограничениями Что позволит в стране создать множество новых проектов Основной задачей структуры будут гарантии прозрачности для инвесторов Тем временем штрафы за отказ водителя пропустить пешеходов увеличатся Соответствующий закон подписал Владимир Путин Теперь за невыполнение требований ПДД водителям грозит административный штраф В размере до 2,5 тысяч рублей Ранее он был полторы тысячи И к новостям региона 110 миллионов рублей заложат в городской бюджет На внедрение электронных билетов в транспорте В 2018 году на приобретение автоматизированной системы оплаты проезда Хотят потратить 30 миллионов рублей Напомню, внедрить электронные билеты планировали сначала в 2014 году Потом в 2015, а к ранней раз предложение выдвигали в прошлом году А вот облагораживать область Антон Алиханов предложил бизнесменам и архитекторам Которые готовы будут подарить городам оригинальные скульптурные композиции Пусть то будет лавочка или фонарь Для примера он привел к Гвардейск, где есть скульптура из проволоки Алексей, на этом у меня все, передаю вам слово Ну и приятная новость для тех, кто планирует провести отпуск в горах Компания Аэрофлот предоставляет пассажирам дополнительное бесплатное место для провоза лыжного оборудования и сноубордов Акция продлится с 1 ноября этого года по 15 мая следующего Провести бесплатно можно будет чехол с одной парой лыж, одной парой лыжных палок Или упакованный отдельно одной парой лыжных ботинок Аналогично и для оборудования для сноубордов Главный вес багажа не должен превышать 23 килограмма К сведению, дополнительное место для них не учитывается при расчете оплаты багажа сверх нормы Не указывается в билете и предоставляется во время регистрации на рейс при наличии технической возможности самолета Для тех же, кто планирует провести отпуск в теплых странах Компания продлила предложение по бесплатной перевозке оборудования для серфинга и дайвинга В таких направлениях, как Мали, Бангкок, Пхукет и Хо Ши Мин Ну и стало известно, что команда из Калининграда примет участие в престижном ралли-рейде Дакар Заезд пройдет в начале 2018 года в Латинской Америке При этом калининградцы выставят сразу два автомобиля в дивизионе бензиновых внедорожников Гонка пройдет на территории Аргентины, Боливии и Перу Пилотам предстоит преодолеть 9 тысяч километров по горам и песку Один экипаж возглавил Сергей Шихотаров, второй его сын Иван Соревнование стартует 6 января 2018 года, а финиширует 20 числа Всего в Латинскую Америку отправится 13 человек, все они калининградцы Хорошим результатом буду считать финиш, проехав всю полностью дистанцию Ну и уже из этого сложится какой-то результат То есть как бы основная цель для этого финишировать Потому что Дакар славится своей сложностью, мы это на себе уже проверили Это тяжелое испытание для всех, для техники, для человека, для здоровья Ну полностью это настоящее испытание В аналогичном старте 2017 года наша команда финишировала на 36 месте из 105 Тогда автогонщики из Калининграда стали единственными российскими участниками крупнейшего ралли-рейда среди внедорожников Ранее они преодолели путь от Москвы до Пекина в гонке «Шелковый путь», показав 13 место в общем зачете и третье среди россиян Несмотря на то, что дождь не прекращается и заторы на дорогах также остаются Калининградцы радуются последнему дню октября и готовы встречать ноябрь в хорошем настроении Наш эфир продолжит доказательный традиционный опрос Партнер рубрики «Хорошие новости» юридическая компания «Ваше право» У детей каникулы в школе, первый день Мама сказала, слава богу, неделю отдыхаем Я иду гуляю, никуда не спешу, это мои хорошие новости Сегодня полдня дождя не было Работаю, что еще? Все нормально, здоровье есть У меня есть свободное время, у меня вышла дочка замуж очень рано Я учу немецкий язык и развиваюсь Мне сегодня сказали, что по начертательной геометрии поставят автоматом экзамен, если я следующий контроль напишу на 10 баллов Погода чудесная Нам очень нравится ваш Калининград, но теперь и мы будем калининградцы, очень, очень, очень Партнер рубрики «Хорошие новости» юридическая компания «Ваше право» Октябрь подходит к концу, в ноябре синоптики советуют готовиться к заморозкам, далее расскажем о прогнозе погоды на завтра В Калининграде 1 ноября плюс 11 дождь 2 ноября плюс 12 дождь 3 ноября плюс 10 облачно В Гданьске 1 ноября плюс 12 облачно 2 ноября плюс 12 дождь 3 ноября плюс 10 малооблачно В Вильнюсе 1 ноября плюс 8 облачно 2 ноября плюс 10 градусов дождь 3 ноября плюс 8 дождь Центробанк установил курсы валют на среду о том, как изменились стоимость доллара и евро, расскажем далее Курсы валют на 1 ноября Дор США 58 рублей 11 копеек Евро 67 рублей 64 копейки Польский злотый 15 рублей 94 копейки Внимание телезрители Первого городского У вас есть возможность стать нашим соведущим Первый городской ищет талантливых поваров, которые готовы делиться своими домашними рецептами Для этого достаточно снять весь процесс приготовления на мобильный телефон и прислать видео к нам в редакцию Давайте познакомимся с нашей новой героиней и узнаем, каким рецептом на сегодня готова поделиться она Все, внимание на экран Добрый день! Сегодня я буду готовить свекольные котлеты И сейчас я вам расскажу, как я это делаю Значит, я беру 2 небольшие свеклы Небольшую луковичку 1 зубчик чеснока Еще мне понадобится 1 сырое яйцо Панировочные сухари Ложка манной крупы И масло растительное, на котором жарить Если же вы не хотите делать котлеты с чесноком Тогда можно вместо чеснока положить чайную ложечку сахара Не больше Свеклу я натираю на крупные тернии Добавляю 100 г воды И перемешиваю все это Ставлю на огонь И довожу до кипения Вот как только закипело Я сразу добавляю столовую ложку манки 10 минут прошло Я выключаю Можно, когда вы варите, то постоянно помешивать Теперь мы накрываем крышкой Даем возможность манке разбухнуть, а нашей смеси остыть Остывать она будет и набухать минут 20 12 минут прошло Добавляю чеснок, через чесночницу я выдавила Лук мелко порезанный Немного посолю Поперчу И все перемешаю Котлетки обжариваем с двух сторон До золотистой корочки И вот они готовы Теперь можно добавить Или зеленый горошек, или рубленую зелень И блюдо готово Приятного вам аппетита И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня Напоминаю, что если вы стали свидетелями интересных событий То обязательно звоните к нам в редакцию По телефону 555-085 В студии работал Алексей Колодкин И до встречи на Первом городском Генеральный спонсор службы новостей «Город» Сеть аптек «Аптека для бережливых» Заботьтесь друг о друге Как аптека для бережливых Заботится о вас Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова